Станции дальнего обнаружения, там по 15-е, значит, вот эти вот станции, не покупали. И мы все время им говорили, как же так? Как же так? У нас принято, что станции дальнего обнаружения, она дает информацию, там, за 300 километров, там, в общем. И когда подлет суда, значит, вот тут уже принимаются решения, там, стрелять, не стрелять. Они нам говорят, слушай, а нам не нужны эти станции. Мы за три часа до вылета самолета уже знаем фамилию летчика, маршрут его, и принимаем соответствующие решения. Понятно, да? Восток дело тонкое. Советские военные полигоны стали сборочными цехами предприятия. Стоящая на боевом дежурстве могучая техника производственными объектами. Уникальное промышленное предприятие прошло свое становление и оформилось как структура вместе с остановлением систем противовоздушной и противоракетной обороны. Наработанный за годы развития промышленный и технологический потенциал ГПТП был призван служить дальнейшему развитию обороноспособности Родины, спокойствию наших воздушных границ. Предприятие является очень выпускным цехом. Выпускным цехом в многих заводах и многих оборонных отраслей промышленности. Ведь завод выпускает, в принципе, незаконченные продукции, условно законченные продукции, не способные выполнять боевые задачи. И только проходя через наши руки, они становились, эти изделия, комплексами, способными выполнять боевые задачи. Руководство страны высоко оценило вклад головного производственно-технического предприятия в развитие и производство систем вооружения. В 1966 году ГПТП награждают Орденом Трудового Красного Знамени. В ужасных условиях жили, с минимальными социальными удобствами, минимальными, но никогда не слышал ропот. Вот когда мне прижал на объект, и куда бы я ни прижал, он всегда встал только энтузиазм. Были жалобы определенные, но никогда не было какого-то противостояния. Люди к каким-то необыкновенным энтузиазмам проделились. Необыкновенным. Наше поколение, наверное, в этом плане, вот разработчиков оборудованной тематики, просто счастливое. Тем, что нам повезло работать вот в эпоху, когда люди работали больше за совесть, чем за деньги. В отличие от теперешней ситуации. Но такой энтузиазм постоянный, нацеленность, самоотдачу полную, это, безусловно, всегда присутствовало в основных разрабатывающих коллективах. И я хочу подчеркнуть, я всегда был удовлетворен и работой настройщиков, монтажников ГПТП. В 1967 году начинается формирование войск противоракетной и противокосмической обороны. Военные начинают осваивать современную боевую технику, готовящуюся к сдаче на боевое дежурство. ГПТП граниту надо было передать потом в эксплуатацию. И вот эту часть работы здорово они разгрузили, что взяли на себя в значительной мере подготовку к квалифицированному составу войсковых частин. В состав группировки войск ПРО и ПКО готовится ввести Комплекс космической разведки и наблюдения УС, управляемый спутник. Систему раннего обнаружения на основе станции Днестр-М, расположенных в Мурманске и Риге, с командным пунктом в Солнечногорске. Систему обнаружения спутников на базе РЛС Днестр с базированием в Иркутске и Гульшаде и Центр контроля космического пространства в Ногинске, куда стекалась информация с объектов ОС, а также с армейских и гражданских пунктов оптического наблюдения. Комплекс противоспутниковой обороны ИС, истребитель спутников. Систему противоракетной обороны города Москвы и прилегающего к ней промышленного района А-35. Для введения в строй всех запланированных к сдаче войскам объектов требовалось произвести гигантский объем оборудования строительных и монтажно-настроечных работ. Было просто очень много заказов, чрезвычайно много заказов. В общем, заказы диаметрально разные, в разных точках Советского Союза расположены, поэтому приходилось мотаться и перестраиваться постоянно. Но мы нашли выход из этого положения. Мы создали у себя информационно-корминационный отдел, так называемый. И центр СПУ. Там была модная система, я считаю, что она зря заброшена сейчас, эта система, которая позволяла держать под контролем практически все объекты. Я создавала, собственно, этот отдел. Работу по СПУ мы ввели по сетевым графикам, которые мы поставили машину вычислительную, разработали графики сетевые. Было очень много технических всевозможных неполадок, как сделать, что сделать, и чтобы везде делалось одинаково, технический отдел начал разрабатывать технический бюллетень. То есть мы посылали раз в месяц на каждый объект обязательно технический бюллетень. Мы там говорили, какие извещения, как вот это решается вопрос, как этот вопрос решается и так далее. С совершенствованием средств ракетного нападения военные предъявляют новые требования к уже отработанным системам. Конструкторские изменения вносятся в отработанную аппаратуру на ходу. В 1972 году все объекты противоракетной и противоспутниковой обороны переданы в армейскую эксплуатацию. В то же время не прекращается ведение научно-исследовательских работ по системам предупреждения о ракетном нападении и по противоракетной тематике. На полигоне Сары-Шаган испытываются новые средства ПРО, разработанные с учетом совершенствования ракетных средств доставки ядерного оружия. Начинается разработка лазерных систем ПКО. Мне довелось быть одним из первых, кто занимался, в общем-то, и возглавлял подразделение по лазерной тематике. Это были созданы силами нашего предприятия экспериментальный локатор на 51-й площадке в Сары-Шагане, который позволял в то время обнаруживать и сопровождать, скажем, космический объект молнии на дальности 40 тысяч километров. Создавали и другой объект, изделие 5Н27, который использовал в то время, да и сегодняшний принцип этот устарел, это преобразование взрывной волны в поражающий луч. 1967 год. Полигон Сары-Шаган. На полигоне начинаются испытания противоракетной системы ближнего перехвата С-225 «Азов», разработанные в КБ-1 главным конструктором Борисом Васильевичем Бункиным. Система предназначена для работы по баллистическим целям на дальности до 800 километров. В последствии многие конструкторские решения, заложенные в комплексе С-225, были реализованы в разработке комплекса ПВО С-300. Азов, он решал задачи селекции. Работала такая специальная программа селекция атмосферная, когда по баллистическим коэффициентам считались, что есть что. Что есть ложная цель, а что есть боевой блок. Это была сложная задача. Там, значит, по баллистическим коэффициентам определялись, как тормозятся эти элементы на атмосферном участке. И уже определив головную часть, это вот Азов, я так полагаю, что он впервые решал такую задачу. Уникальность Азова была в том, что он впервые в Советском Союзе, и в бывшем Советском Союзе, мог управлять и наводить скоростную противоракету на цель. В этом его уникальность. Площадка была, ну, по своим условиям, наверное, одна из самых неблагоприятных. Это от озера, от самого города Приозерска. Она в 100 с лишним километрах находилась. И, конечно, такие чисто бытовые условия там были, ну, не лучшие. Представьте, водопровод, это 100-километровый водопровод, туда, значит, вода вот по такому водопроводу подавалась. Но, тем не менее, вот такой был климат благоприятный. Такие отношения были между работниками хорошие, что вот тот период, конечно, вспоминается как такое самое интересное, приятное время. Мы-то ощущали, что мы участвуем в этом процессе, причем не формальными наблюдателями, а именно участвуя в испытаниях ее, в доведении до модернизации там и так далее. То есть, конечно, мы с человеческой такой точки зрения понимали, что мы как бы делаем серьезное, нужное стране дело. В 1968 году на полигоне Сар-Эй-Шаган приступают к испытаниям новой станции дальнего обнаружения Тунай-3УП. В том же году на полигоне испытывается экспериментальный комплекс «Алдан». На всех экспериментальных станциях монтаж, настройку и стыковку оборудования ведут специалисты головного производственно-технического предприятия. В 1969 году генеральные конструкторы Кисунько, Бункин, Минс, Ефремов, Семенихин обращаются к министру радиопромышленности Калмыкову с просьбой назначить ГПТП головной организацией по разработке проектно-конструкторской документации для систем ПРО, ПВО и СПРН. В обращении также содержится предложение о создании на ГПТП особого проектно-конструкторского бюро. В созданном на ГПТП конструкторском бюро были самостоятельно разработаны и запущены в производство ремонтные органы для всех комплексов РКО и ПВО. У них не хватало своих разработчиков, и поэтому они с удовольствием принимали нас. Наша была задача расставить наших людей так в разработчика, чтобы потом, когда закончат разработки, будет заготовлена аппаратура, и она пойдет на объект, чтобы мы имели людей по всем специальностям. А у них были узкие места. Вот им дашь десяток инженеров, вот узкое место в это направляют туда. А нас это не устраивало. Наши должны были знать все. Это обращение ведущих конструкторов систем ракетно-космической и противовоздушной обороны стало своего рода признанием роли ГПТП на стадии настройки и стыковки аппаратных средств и изделий. Первая ремонтная база подвижная была создана в укороченном составе и была направлена во Вьетнам, как раз в период военных действий там американцев. И, значит, эта подвижная ремонтная база показала высокую живучесть такую, потому что те стационары, которые там были созданы для ремонта аппаратуры, они быстренько были уничтожены с авиацией, бомбовыми налетами авиации. И, в общем, восстанавливать комплексы нечем было. Далее, значит, таким образом, на базе вот этого вот укороченного варианта, который был в Вьетнаме, значит, Министерству обороны было выдано техническое задание на разработку и создание подвижной ремонтной базы для всех наших систем. Она была создана, провели мы все виды испытаний и запустили в серию. Их было выпущено порядка 30 баз. Конкуренция разработчиков в области создания новых систем противоракетной обороны, непримиримая позиция по отношению друг к другу ряда генеральных конструкторов снижала общую эффективность работ, была обременительна для советской экономики. Между генеральными конструкторами, которые имеют отношение к ПРО, так и Линовичей, Минц, и Кисунько, и другие, нет никакой стыковки. Они не признают никакой главк, никакой министр не может ими управлять. И поэтому я, значит, вот решил, что в рамках структуры министерства мне было подчинены три главка. Я понял, что мне надо, если ПРО мне, значит, ставит задачу, то я выхожу с предложением о таких-то организационных формах создания ЦНП «Вымпел». И в январе 70-го года был подписан приказ. Туда вошли все, значит, основные институты. Райотехнический институт, НИРП, прежде всего, Кисуньковский, НИИ-37, КБСП, КБРП, антенная разработка, Бубну, там был начальник, ну, и ряд других организаций, и заводы. В 71-м, по-моему, году, со сдвигом, там, на несколько месяцев, в составе этого объединения я настоял, у меня уже было твердое мнение и уверенность в работоспособности организации ГПТ, в их кадрах, и я считал, что противоракетной обороны надо, чтобы была своя монтажно-настроечная организация. И пошли мне навстречу, и ГПТ будет. В мае 1972 года СССР и США подписывают договор по противоракетной обороне. Договор запрещает странам-участницам соглашения разрабатывать территориальные системы ПРО и иметь более двух объектовых систем с количеством пусковых установок противоракет не более ста. Новый договор требует от конструкторских коллективов ЦНПО «Вымпел» пересмотра эскизного проекта системы противоракетной обороны нового поколения. ПОЛИГОН ПОЛИГОН 1973 год. ПОЛИГОН САРЫШАГАН. На полигоне начинаются испытания системы противовоздушной обороны С-300. Генеральный конструктор системы Борис Васильевич Бункин преемник и ученик создателя советской ПВО Расплетино. Комплекс задуман как мобильный, всевысотный, унифицированный. Вся электронная часть комплекса выполнена на интегральных схемах. Радар на основе фазированной антенной решетки. Кроме авиации и крылатых ракет, система С-300 призвана бороться с оперативно-тактическими ракетами, идущими по баллистической траектории. Командный пункт системы должен обеспечить автоматическую завязку более ста целей. Комплекс С-300 задуман как мобильная система с минимальным временем развертывания и должен стать основным средством советской противовоздушной обороны. Практически машину доводили наши ребята, это вычислительный комплекс, который был. Дальше. Практически отладка всех устройств производилась нашими специалистами. Алмаз в основном ввел, что? Авторский надзор и техническое сопровождение. На Алмазе очень мало людей. Обычно мы заключаем этот договор, они разработали идею, разработали, так сказать, всю схемотехнику и после этого приглашают нас как специалистов на изготовление. Начиная от блоков, ячейка, блок и так далее. 1976 год. Полигон Капустин-Яр. На полигоне создается база для стыковки нового комплекса противовоздушной обороны С-300. Универсальным комплексом планируется перевооружить все части ПВО, стоящие на боевом дежурстве. Специалисты головного производственно-технического предприятия начинают передачу первых серийных комплексов С-300 военному заказчику. Сделали мы хорошую, я считаю, площадку для испытаний трехступки. Это впервые была применена геологическая защита для работников нашего подразделения. предприятия. То есть, делалось стаканы из этого самого, из железобетона, делалось укрытие из ангара стальной. Когда приезжал контейнер, его снимали с повозки, ставили на тережку, так называемую, завозили в открытие или ставили в укрытие, допустим, аппаратный контейнер в укрытие типа ангар. То, что излучает локатора рылой и, допустим, F-1 ставили мы так называемые стаканы укрытия тоже. Там была, примерно, тоже защита. Мощность излучения очень большая, достаточно была против старой техники 75-125. Очень большая. Во сколько перевооружались же ведь, с 75-ки ушли от двухсотка встала, а с 75-ка уже уходила. И шла замена постепенно. Но ребята всегда такие крепкие, как мы всегда говорим, солдат советский вагнамин. Представляете, раньше, если раньше переключатель можно было вот так переключать, сейчас переключатели вот такие стали. Когда люди брали переключатель, поворачивали, он оставался в руках. И вот при первых пусках у нас из восьми пусков были четыре неудачные. Четыре неудачных все четыре пуска при старте так называемое происходило разрушение двигателя, взрыв двигателя подходит. Представляете себе, первая трехсотка и такой эффект сразу начала работать комиссия. Работает на ТАС долго, два месяца. Потом выяснили, почему. Первые ракеты у нас были так называемые цельно тянутые двигатели. Вот пороховой заряд, она ствердотопливная, пороховой заряд засыпается, заливается. Он был целиком. А поскольку солдат советский мгновенный, когда разгружает технику, краном, там ударил, там стукнул, появляются трещинки в заряде. Кусок пороха отрывался, забивал сопла. Просто происходило разрушение двигателя. Вот когда выяснили причину, во-первых, поменяли двигатель и ракету сразу, мы сделали отстрел целым. Ну, налет был с шести целей. Все шесть целей поразили каждый день свою цель. Во второй половине 70-х годов начинает вводиться в строй новая система УС-К управления спутниками Континент. Система входит в состав средств предупреждения о ракетном нападении и контролирует основные районы возможного запуска баллистических ракет при помощи средств наблюдения спутниковой группировки. Станция управления и приема информации системы УС-К была введена в строй под Серпухолом специалистами головного производственно-технического предприятия. Монтаж шел с колес, как мы называем. Там, если, не дай бог, сутки аппаратура пришла с завода и она не попала сразу под монтаж, то были большие неприятности. Нам повезло. В это время закончились работы на четырех объектах Тобола и Енисея под Москвой. Они закончили работу и всех специалистов направили вот сюда под Серпухов. У меня было на объекте, наших одних только, не считая заводов-изготовителей, смежников, наших специалистов около 500 человек. Мы организовали работу параллельно со строителями. то есть шли отделочные работы, там еще сварка, понимаете, там освещения не было, подъемники не работали. Мы начинали монтаж и потом настраивали аппаратуру. Очень быстро вот этот этап прошли. Фронт работ головного производственно-технического предприятия постоянно расширяется. Сложность вводимого в эксплуатацию оборудования растет с каждым поколением систем ПВО и РКО. Увеличивается количество обслуживаемых и вводимых в строй объектов. Чем вообще характерно предприятие ГПТП? здесь нет узкой направленности деятельности. Если человек способный может постигать и выполнять больший объем работы, то у него есть и продвижение естественно по должности. Есть в институтах научные исследователи, которые занимаются одним направлением, какой-то блок, скажем. И вот он его все время разрабатывает, ведет и так далее. А здесь поле деятельности необъятное. Москва уже не в состоянии обеспечить приток на предприятие квалифицированных кадров. Людские возможности Московского промышленного района истощены. Поэтому руководство ГПТП совместно с Минрадиопромом принимает решение о создании филиалов предприятия территориальной близости от объектов, обслуживаемых ГПТП. Было ясно, что надо расширяться. Уже в том составе московской организации гранита обойтись уже невозможно. Надо было создавать филиалы. И вот вместе с Курушевым, с Дудко мы активно включились в создание этих филиалов. К тому времени в нескольких городах были уже отделы кадров, где производился набор специалистов для работы на объектах. Но эти люди оказались ущемленными в социальном плане, потому что местные администрации отделы кадров не признавали. Соответственно, мы не могли туда вкладывать средства развития инфраструктуры социальной, то есть жилье, пионерские лагери, пансионаты, развитие базы производственной. Тогда ГПТП, которое входило в импел, было поставлено перед задачей, что нужно увеличить и объемы производства, и качество специалистов, и численность. И вот забегая вперед, скажу, что в течение пяти лет численность ГПТП выросла от 3 до 15 тысяч человек, и объем производства вырос далеко за 100 миллионов рублей. В 1974 году создаются два филиала головного производственно-технического предприятия в Одессе и в Алма-Ате. Одесский филиал специализируется на тематике загоризонтной радиолокации, на него возложена часть работ по другим системам предупреждения о ракетном нападении. Когда у меня состоялась встреча с замминистром Марковым, я хотел понять, чем занимается и чем я буду заниматься. Ну, в связи с режимным вопросом я тоже плохо понял, да. Но общая беседа прошла, остались они удовлетворены, и практически я поехал на утверждение министерства. Мы очень быстро встали на ноги и готовы самостоятельно были принять всю загоризонтную радиолокацию. Это прошло не более двух лет. Было очень много энтузиазма, желания и, скажем, даже так, наверное, какое-то честолюбие. Поэтому мы очень много работали. Бывало так, что вообще сутками не выходили. Когда создавали здесь комплекс М, я помню, надо было очень сжатые сроки, надо было отрабатывать эти пуски с территории Советского Союза, с 3000 километров, в Балхаша, из района Читы, 6000, это все шесть, интересно было, это впервые в мире, скажем так. ГПТП, что это такое, скрывается за этими буквами, мы не знали, но знали, это что-то такое очень серьезное, военное, хоть предприятие московское, будем работать не в Москве, а где-то чуть ли не под землей. При организации алматинского филиала акцент делается на обслуживании экспериментальных систем ПРО, ПВО и ПРН на полигоне Сары-Шаган. Самый трудный момент, здесь ни колонии двора ничего не было, только заново создали филиал здесь, здесь по нашей специальности подобрать, искать кадр очень трудно было. Да, вот мы вот такой у нас собственно объекты, которые в районе Балхархай там есть или то, что там то-то вот мы обслуживаем сейчас новую организацию в связи с обстановкой знаете, то-то-то, так как кризисная была, вот сейчас мы общежитие получим, нам надо столов столько-то, креслов столько-то, того-то столько-то, вот столько-то, хорошо, наряд пишите заявку, пишите письмо официальное. Люди вообще, конечно, чувствовали ответственность, что работают на таком заводе. чувствовали ответственность. По разговорам слышно было по телефону, даже столовых, вот столовых кушаешь, кушаешь столовых, или может быть мое присутствие там действовало, но они чувствовали вот какую-то напряженность ответственность. У нас было очень много молодежи в тот период, было очень интересно, работали не считая со временем, две смены работали, в субботу-воскресенье и буквально через два года по-моему объект был настроен в основном. И надо сказать, что объект 2505, на котором я работал, на нем работали не только алматинцы, работали и николаевцы, значит, молодежь, и ГПТП была, вот, и он дал много специалистов, которые потом делали техническую погоду на поликон. Поэтому, я думаю, что с этой точки зрения ГПТП, вот, в период, так сказать, становления алматинского предприятия, оно сделало очень много, чтобы ребята выросли. В принципе, когда в институте нас отбирали, то есть, естественно, это предприятие отбирали специалистов, студентов с хорошим уровнем образования, естественно, когда сюда отбирали, нам не говорили, чем мы будем заниматься. Естественно, придя вот в это здание, в это предприятие, то есть, нам говорят, поедите в город Преозерск командировку. Это была в моей жизни первая командировка. Когда туда приехали, опять же, никто ничего не говорит, чем мы будем заниматься. Придя на объект и увидев первые пуски, это были живые пуски, и сесть тогда только я ощутил, что я попал в научно-серьезное предприятие. А то, что нужно было в две смены работать, да так принято было. То есть, там, если идут боевые работы и надо было сутки работать, все сидят и работают сутки. То есть, до решения вопроса просто все были захвачены, этой работой и все ждали результата, потому что невозможно же, как говорится, как говорится, уйти с работы, потому что кому-то спать захотелось. То есть, все понимали, что там должно, как говорится, там должен произойти пуск и все должны отработать, получить результат. Мы, наверное, более счастливы. Почему? Потому что мы участвовали в действительно очень большом деле, где участвовала практически вся страна. Вся огромная страна, которая называлась Советским Союзом. Общий полигон настроек в двух словах это прежде всего энтузиазм и я считаю, что очень большой патриотизм и, наверное, гордость за нашу страну. В 1976 году создается рязанский филиал ГПТП со специализацией на комплексах противовоздушной обороны. Рязанские специалисты приходят на полигоны Капустин-Яр, Ковылкина, Эмба. Я думаю, что мне очень повезло в жизни, что моя судьба в течение определенного времени, она достаточно продолжительная была, почти 20 лет, была связана с производственной деятельностью Рязанского производственного технического предприятия. А производство кто делает? Люди. Первые заказы, которые мы получали от главного предприятия, у наших товарищей по главному предприятию, на первых этапах, конечно, были опасения, смогут ли справиться с этими задачами. Но опыт показал, что воля и труд человека дивные дивы творят, как говорил поэт Некрасов. Конкретное дело, конкретная забота, величайшая степень ответственности, все это расставило по своим местам. Вы все недавно созданы, у вас недостаточно опыта, ну а мы считали, что мы достаточно подготовленные люди, тем более на многих объектах, также Эмба, Копьярка, Вылкина, там может быть половина была наших специалистов, ведущие были специалисты. Конечно, администрация, среднее звено управления было с головного предприятия, но рядовые исполнители были наши и очень на хорошем счету. В то время была целая система создана, то есть приходил молодой специалист, наставник закреплялся за определенной системой, специалист, ведущий по этой системе, это были старшие или ведущие инженеры, то есть закреплялся, и постепенно, начиная от описания, что эта система представляет для себя самообразование, а уже где-то через неделю потихоньку начинали так сказать работы какие-то получать. У нас процентов 60 составлял именно молодежь до 30 лет, поэтому иногда даже люди обижались, когда кого-то в командировку с объекта в части назначали, то почему это еду не я, а я и витон, то есть своя даже очередь стояла, чтобы поехать. Там же было интересно посмотреть, а посмотреть на все, как народ в другом регионе живет, как люди служат, в каких условиях служат, как эта служба достается. 92-й год, предприятие теряло специалистов, уходили по 30-50 человек в месяц, период полураспада уже оставался небольшим, и при таких темпах, наверное, в 93-м году, к концу года, предприятия уже, наверное, не было бы. На меня была возможна задача, коллектив мне ее поручил, доверил остановить этот процесс и сохранить предприятие. Я начинал не с нуля, безусловно, но в общем-то обстановка требовала принятия нетрадиционных, нештатных и очень решительных действий. В частности, необходимо было диверсифицировать, как сейчас принято говорить, производство, то есть найти ту нишу, которую можно было бы перекачать возможности, потенциал предприятия, использовать специалистов предприятия. С одной стороны, это хорошо, когда человека бросают в воду, начинают барахтаться, выплывают, но вот такие эксперименты в оборонной промышленности вообще-то не чреваты. Могли и не выплыть. Выплыли не все, далеко не все. А вот сейчас пытаются восстановить то, поднять то, что не выплыло. Нам удалось сохранить себя, сохранить объемы, мы начали их наращивать, наращивать из года в год. Даже с учетом инфляции у нас постоянно шло превышение объема по отношению к предыдущему году. То есть мы никогда не падали за эти 12 лет, начиная с 2002 года. Соответственно, росла зарплата, росла привлекательность предприятия, на предприятие начали приходить молодые специалисты. Специалисты уверовали, что у предприятий есть будущее, что это будущее, оно связано с их будущим. Ну, опыт тех лет, он как бы экстремальный. Не хотелось бы, чтобы он дальше был нужен. В 1976 году создается филиал во Владивостоке. Его специалисты должны обслуживать технику, развертываемую на площадках Камчатки, Сибири и Дальнего Востока. Во Владивосток я тоже с местными, всеми властями летал туда, одевал генеральскую форму и убеждал, насколько важно, чтобы там был филиал. И они были заинтересованы тогда, чтобы мы привлекли к какой-то мере местную рабочую силу. Благодаря структурному расширению предприятие не снижает темпов работы по вводу в строй новых объектов на всей территории Советского Союза. Чтобы сэкономить на площадях, сделать не технический этаж, а подвесной этаж. То есть, сделали подвесные потолки и там размещали всю эту вентиляционную технику для охлаждения машин. И в связи с этим вот у нас были такие нестандартные панели 7,5 метров, из которых монтирован этот задатель. Мы приехали на завод и спрашивали, ну что мы можем сделать, чтобы вам помочь изготовить эти панели? Говорит, так мы же делали панели 2-х метровые, а теперь нам нужно 7,5 метров делать панели. У нас таких стендов для формовки этих панелей нет. А что же будем делать? А вот не знаю. Давайте подходите решение. Положил мне на стол чертежи вот этих этого стенда. А мы тогда очень плотно работали с Балтийским заводом, который главлял Виктор Нилович Шершнев, герой соцтруда там все дела. Мы строили там корабль Урал на этом заводе. Вернее, он строил, а мы на нем монтировали наше оборудование. Я приехал к Виктор Ниловичу и говорю, Виктор Нилович, вот помоги изготовить для тебя это механический завод, делать тебе нечего. Не, ну что ты, у нас завод, две смены, оборонные заказы, ну ты же понимаешь. А был у нас такой начальник производственного дела, Михалевский, он достаточно такой активный, энергичный товарищ был. Он ко мне пришел, говорит, ну тот же, давай, чертежи, что сделаем. Там через день приходит, говорит, знаешь так, 17 литров спирта и все будет сделано. Я говорю, где? На Балтийском заводе. Но Шершнев об этом знать не будет. Значит, все сделано на Балтийском заводе, вывезли через охрану, отдали им этот спирт, который у нас тогда рекой велся. Таким образом, мы сготовили этот стенд. Так работали. Потом получил благодарность от начальника главка за социалистическую предпринимательность. А вообще надо было сажать. Во второй половине 70-х ГПТП начинает работы на узле РО-30 в Печоре. Узел раннего обнаружения оснащается сверхмощным радаром нового поколения Дарьял, способным обнаружить баллистические цели, выполненные по технологии Стелс. За выполнение работ на Печорском узле РО головное производственно-техническое предприятие было награждено орденом Октябрьской революции. Был такой момент СВЧ испытание на передающие позиции Днепровская организация работает и говорит у нас болит голова слишком большое облучение. Приборы проверили никакого облучения нет. А говорят на модулях те, кто работает. Я говорю ну хорошо я тогда перехожу к вам работе принес стол сел там и сутки посидел второй у меня голова не болит у нас тоже перестал началась работа ну таких вот там много таких моментов было в процессе этой жизни. Как тогда говорили работали не считая с личным временем то есть можно было на объект выехать в любое время суток хоть что ночью что днем сейчас в настоящее время такого патриотизма не наблюдается он просто куда-то исчез испарился а тогда мы считали что мы живем в великой державе у нас все самое лучшее у нас должно быть лучше всех мы считали что да великая страна держава идея какая-то была то есть цель какая-то в жизни была как только все это рухнуло больше никаких целей нет очень трудно было отобрать начальника объекта очень трудно во-первых он должен быть технически грамотным и обладать определенными организаторскими способностями причем в отрыве от производственной базы от завода вдалеке там начальник это царь и бог и начальник и кто угодно и мать и отец который должен заботиться не только о плане который стоит который надо выполнить он должен заботиться еще о бытовых условиях разрешать самые всевозможные социальные проблемы семейные сцоры и такие были в 1976 в 1976 году головное производственно-техническое предприятие сдает заказчику новую станцию дальнего обнаружения Дунай-3У главного конструктора Александра Николаевича Мусатова подчиненного сосуднику Мусатова он был его подчиненный значит поставил перед ним задачу провести проработку как можно этот Дунай модернизировать чтобы у него была антенна по крайней мере в два раза меньше и упростить Дунай-3У Дунай-3 и Мусатова эту задачу блестяще выполнил В 70-е годы реализуется решение о дополнении комплекса СПРН за горизонтными радиолокационными станциями Головное производственно-техническое предприятие ведет монтажно-настроечные работы на двух узлах за горизонтной радиолокации и там была одна молодежь объект делали одни молодые специалисты я был там одним из самых старших мне было 27 а я самому старшему по 7 ноября 80-го по-моему года отмечали 50 приехал туда старшим инженером а уехал я оттуда главный настройщик это для предприятия для нашего главного настройщика это так сказать признание признание того что ты вносишь так сказать определенный вклад в общую копилку того что делается и мы не делились там это ЮПТП это ОПТП это значит ВПТП нет все это был общий коллектив все под едиными знаменами ГПТП выступали там работали иногда по 18 по 19 часов а когда начали стыковать две площадки приемные передающие у меня вот сын родился 22 ноября а первый раз ноября все это было